Девушки отдыхают 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 Мымра. Людмила Прокофьевна приходит на службу раньше всех, а уходит позже всех. Из чего понятно, что она, увы, не замужем. Мы называем ее Наша Мымра. Все правильно. Наша Мымра. Кинофильм «Москва слезам не верит». Во сколько лет, по мнению Катерины, жизнь только начинается? Ирина. В 40 лет. А ты не грусти. Все еще будет хорошо, поверь мне. В 40 лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю. Браво! Итоги. У Артема 6 тысяч рублей. У Ирины 4 тысячи рублей. И 2 тысячи рублей у Михаила. Но все еще впереди, и я объявляю второй раунд. Мы снова в студии шоу «Угадай кино». Вы смотрите телеканал «Че» и мы продолжаем. У нас начинается второй раунд. Правила второго раунда таковы, друзья мои. Сейчас вам будут показывать фрагменты различных кинофильмов. Ваша задача их опознать. И если знаете правильный ответ, нажать кнопку. Если угадываете сразу, получаете 3 тысячи рублей. Каждые 5 секунд цена правильного ответа падает на 500 рублей. Если один из игроков отвечает неправильно, два других игрока могут либо сразу нажать кнопку и дать ответ, либо попросить меня показать им фрагмент дальше. Все ясно? Да. Вперед, до встречи новым приключениям. Белый. Так, Артем. Я боюсь предположить, что это Афоня. Нет. Афоня? Нет. Ирина рискует. А фильм «Не могу сказать прощай». Не могу сказать прощай! Правильно! Трепещи ваши. Извини, пожалуйста. Пожалуйста. Разрешите. Разрешаю. Смотрим дальше. Артем. Это же, конечно же, наш любимый фильм. Чародеи, предновогодние, которые смотрят все. В караоке поют эту песню все. Какой же вы многословный стоматолог все-таки, а? Это правильный ответ, кстати. Три белых козла. Какая-то странная получается. Ты цензаврил ваш. Малогабаритный такой. Ну, какой есть? Ну, понятно. Понятно. А мы не знали. Прекрасный фильм. Ну, а мы смотрим следующий фрагмент. Ничего себе, Артем разошелся. Ну, что это? Шестидесятые годы. Шестидесятые годы ваш ответ. Ну, Волк. Неправильный ответ, к сожалению. Смотрим или угадываем, друзья мои? Дальше. Смотрим. Смотрим. Так. Две с половиной тысячи. Так я не прощаюсь, Коль. Так, Ирина рискует. Может быть, это Белорусский вокзал? Белорусский вокзал? Абсолютно верно. Две тысячи ваших. Ты в самом деле не дури. Кто знает, когда мы еще увидимся? Ну, сказал, ну. Режиссер Смирнов. Великолепный фильм. Белорусский вокзал. Михаил. Ну, вы же с парашютом прыгаете. Ну, видимо, позабыл. Ну, кольцо-то, наверное, быстро дергаете. А на кнопку что-то вот как-то медленно нажимаете. Представьте, что вы сейчас будете из самолета делать кувырк. И соберитесь. Смотрим дальше. Ирина. Может быть, это все-таки гангстер в океане? Гангстеры в океане? Да. Нет. Нет. Артем. Это Николай Еременко. Точно. Фильм, по-моему, если я не ошибаюсь, 31 июня. 31 июня. Правильно, молодцом, Артем. 3000 ваших. Сказочный мир, мы сравнимы ни с чем. Где каждый дом с детства знаком, кровать и радостный всем. Внимание, последний фрагмент. Михаил. Весь великий Новгород сейчас вот так встал, одел шеломы, взял копья и так. И за вас болеет таким образом. Смотрим. Живюсь, 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 живюсь. Зачем вы спешите? Артем. По семейному обстоятельству? Нет. Смотрим дальше или жмем? Дальше. Дальше. Ирина. Большая перемена. Правильно! Прекрасный сериал Большая перемена. Вспомни этот чудесный фильм, любимый. Я хочу тебе сказать, я решила выйти завтра. Так давно пора. Значит, ты не возражаешь? Конечно. Ну, подожди. Здорово. Понимаешь, вот я выхожу за него завтра. Помоги нам купить костюм в приличии. А то, что это такое? Вот так вот. Вот оно, женское коварство. Ну, давайте подводить итоги второго раунда. Артем, несмотря на то, что он очень странно играет, тем не менее он лидирует. 12 тысяч рублей. Ирина отстает от него совсем ненамного. 11 тысяч рублей. Спасибо. А вот Михаил отстает от них обоих очень намного. 2 тысячи рублей. Но, тем не менее, шансы отыграться у него достаточно велики. Ведь в третьем раунде ставки будут больше. Правила третьего раунда таковы. Вам показывают фрагмент, потом он резко останавливается. После чего я резко задаю вопрос, что будет дальше. И даю три варианта ответа. Отвечайте с первого раза 5 тысяч рублей. Со второго 3 тысячи. С третьего 1 тысяча. Понятно? Да. Вперед, друзья мои. 12 стульев кинофильм смотрим. Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны. На что гроссмейстер ответил меткой фразой. Контора пишет. И чтобы фраза прозвучала убедительней. Фальстарт! Артём, даже вопрос ещё не прозвучало. Даже я ещё не намекнул, что я что-то буду сейчас спрашивать. А вы уже пытаетесь в очередной раз разломать свою тумбочку. Вот постойте там в темноте и подумайте над своим поведением. А я задаю тем временем вопрос. Что будет дальше? Бендер бросит в противника фигурами, ударит соперника доской. Или покажет кукиш? Михаил прыгает с парашютом в бездну. Ну пусть будет третий вариант ответа. Покажет кукиш. Бендер, этот самый культурный в мире человек, покажет кукиш. Неверный ответ. Ирина, жмите кнопку, у вас есть два варианта. Я думаю, что он бросит в противника фигурами. Абсолютно правильно. Остап Ибрагимович всегда чтил уголовный кодекс. Гроссмейстер зачерпнул в горсть несколько фигур и произвёл памятный бросок в голову одноглазого противника. И дальше Андрей Александрович бежит легко, как ангел по улице. Семь стариков и одна девушка. Артём, возвращайтесь. Гражданин! Я не позволю! Каков будет исход драки? Герой Валентина Смирницкого уложит хулигана Гришу. Гриша подло ударит Лена. Лена вырубит Гришу. Артём. Уложит Гришу. Кто? Ой, Лена гантелями этими у неё в чемодане. В саквояже гантели. То есть вы предлагаете четвёртый и пятый вариант сразу? Нет, нет, нет. Лена вырубит Гришу. Третий вариант. Лена вырубит Гришу. Верно, Артём! Чего? Я Гриша! Дважды. И контрольный в голову. Третий. Один. Экипаж, друзья. О, фильм-катастрофа. Не тормозимся, Юс. Не тормозимся, Армазан. Переложите реверс. Что будет дальше? При посадке отвалится шасси, хвост, крыло. Ирина. Хвост. Хвост? Да. И поедет назад. Да, и туда, там останется. Хвост, это реверс. Выполнять? А ведь там туалет. Это правильный ответ абсолютно. Финкензадза. Ну вот у вас на земле. Как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть? Закончите цитату. На глаз по автомобилю, смотря сколько выпить сможет. Артём. На глаз. Ну вот у вас на земле. Как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть? Ну вот на глаз. Абсолютно правильно. Поздравляю вас. Пять тысяч ваших. Фильм «Первая перчатка», друзья. Не просто сейчас нам будет с вами. Говори, папе, с ним, знаешь. Пусть знает своё место. Почему? У него приятное открытое лицо. Открытое лицо противника. Открытое лицо противника. Надо закончить цитату. Приятная для удара в челюсть. Не гарантирует открытой души. Надо закрыть, чтобы не дуло. А если включить интуицию? Фильм о боксёрах. «Первая перчатка». Ирина рискует. Может быть, первый вариант. Приятная для удара в челюсть. Ну, конечно, абсолютно. Вот она. Женская логика вам помогла. Пять тысяч ваших. У него приятное открытое лицо. Открытое лицо противника. Приятное для удара в челюсть. Понятно? Всё же логично. Михаил. Ну и спортсмен. Последний фрагмент у нас. Бриллиантовая рука. Хорошо, что огнекандрабандист. Симпатичный мужик. А зачем же от них напился? Что заказал в последнюю очередь Геша во время кутежа в плакучей Иве? Птицу, шампанское, драку. Ирина. Птицу? Дичь. Неправильный ответ. Михаил. Шампанское. Правильно, абсолютно, Михаил молодцом. Это дичь. Это дичь. Дичь. А под дичь водку не пьют. А что? Веряда. Понял, понял. Веряда. Еще поступить от шампанского и кися. Подводим итоги. У нас два ярко выраженных лидера. Артем 22 тысячи рублей. Ирина 24 тысячи рублей. Михаил, сегодня вам не очень повезло. Вы заработали 5 тысяч, которые идут в общий банк. Вы знаете, очень я не был давно в вашем прекрасном городе. Поэтому, пожалуйста, передайте от меня привет. Обязательно. Всем велико-новогородцам. У вас очень симпатичный город. Вы тоже очень симпатичный парень. Спасибо, что к нам приехали. Только на путьте оставшимся финалистам. Удачи вам, ребята. И пусть победит сильнейший. Прекрасный совет. Спасибо, Михаил. Спасибо. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. Ну, а у нас впереди захватывающее зрелище, которое называется «Финал». Мы снова в студии телеканала «Ч» и это шоу «Угадай кино». Меня зовут Сергей Белоголовцев. А сегодня у нас в финале Ирина из города Златоуст, Челябинской области и Артем Стоматолог из Москвы. Итак, друзья, правила финального раунда. Сейчас на экране вам будут показывать стоп-кадры из разных отечественных фильмов. Ваша задача – опознать их и нажать кнопку. Кто первый нажимает, первый отвечает. Если ответ неверный, право ответа переходит к другому игроку. Тот, кто угадает больше фильмов, тот, естественно, и побеждает. Ирина, вы заработали больше, чем Артем, в финальном раунду, поэтому у вас есть бонус. Если, нажав кнопку, вы ответите неправильно, вы можете попросить меня оживить стоп-кадр и показать вам целиком сюжет. Понятно, да? На кону 51 тысяча рублей. Огромные деньги даже для стоматолога. Вот, поэтому давайте-ка начнем. Ирина, какие-то незнакомые лица на экране. Операция ИИ. Неверный ответ, Артем. Конечно же. Артем, нажмите, нажмите кнопочку, чтобы все было легитимно. Ницин-Маргунов, трилогия, прекрасный фильм, самогончики. Кросс-барбос и полосатый там кросс. Какой кросс? Какой-то кросс. Какой-то кросс. Пес-барбос и какой-то... Кросс. Он необыкновенный был этот кросс. Вы абсолютно правы. Пес-барбос и необыкновенный кросс. Оживляем стоп-кадр. Ну что ж. 1-0 Артем повел. Следующий стоп-кадр, пожалуйста, выведите там. И снова Артем. Я боюсь не угадать. Я тоже боюсь вас уже. Ну, по-моему, это берегись автомобиля. Правильно, молодец, Артем. Конечно же, берегись автомобиля. Мама, ты не рада. Действительно, деточки приходят домой. 2-0 в пользу Артема. Ирина. Пираты 20 века. Абсолютно точно. 2-1. Молодец. Сокращает разрыв. Злоющий. Злоющий пиратист. Смотрим дальше. Артем, чуть-чуть побыстрее. Конечно же, большая перемена. Прекрасный, гениальный фильм. Конечно же, большая перемена, Артем. Хорошо. 3-1. Следующий стоп-кадр. Видит так. Артем, ну, какой... Вот для своего детства довольно проворный парень. Ну-ка. Это, конечно же, Афоня. Действительно, Афоня. Браво. Намаялся Афоня. Вот и Борщов появился. Смотрим дальше. Ирина, браво. Браво, Ирина. Ирония судьбы или с легким паром? Точно. Ирония судьбы или с легким паром? А лучше? Тоже в кресло. Смотрим следующий стоп-кадр. Артем. Бриллиантовая рука. Когда они гипс ему делали с монетами, с золотом. Да, бриллиантовая рука. Итак, после этого фрагмента счет становится 5-2. В связи с тем, что мы показываем вам 9 стоп-кадров, Ирина, к сожалению, отыграться уже не сможет. Ирин, спасибо вам огромное, что так прекрасно играли. Мы вами восхищались с игрой. Дорогие друзья, давайте поздравим нашего победителя. Томах Артем, стоматолог из Москвы. Уносит с собой 51 тысячу рублей. Дорогие друзья, хотите заработать столько же, а может быть даже и больше денег, чем Артем? Смотрите отечественное кино, приходите к нам на программу «Угадай кино» на телеканале Че и выигрывайте. Деньги вас ждут. Ну а я, Сергей Белоголовцев, говорю вам, пока любите родной отечественный кинематограф. Счастливо!